Это богемское стекло, его нельзя трогать, на него можно только молиться. Я отец-одиночка. Ма-папа. И мама, и папа. Ма-папа. Странно звучит, да, для нашего уха, отец-одиночка. Мы привыкли, когда мать-одиночка, а отец-невидимка. Нет, с нашей мамой ничего страшного, она просто полюбила другого папу. Вот и всё. Никогда не думал, что так трудно хозяйство вести. Только проснусь, варю кашу. Недавно бросил в кастрюльку пять стаканов манки. Что было? На шестом этаже варил. На первом ель догнал. Накормлю Катьку и в сад. Ну, что такое детский сад, вы знаете? Три-четыре безоружные женщины и шайка малолетних боевиков. Привожу свою вечером. Боже мой, колготки порваны, подмётки вдребезги. На голове вместо шапочки ведро с песком. До ночи штопаю колготки, прибиваю подмётки, к ведру пришиваю тисёмки, чтобы с головы не слетало. Меня в районе уже все знают. Вечером иду с пакетом молока, доминошники кричат. Эй, отец-героиня! Ты на свою на алименты подай, раз у тебя грудное молоко пропало. Между прочим, недавно наша мама приходила. Она, видите ли, в ванной свой лак для ногтей забыл. Хватилась. Катька давно этим лаком соседского кота напоила. У него второй месяц, глаза красные. Недавно водил Катьку в зоопарк. В клетке сидели маленькие волчата. Катя спрашивает, папа, а почему волчата одни? У них что, мама тоже к другому волку ушла? Пока я разглядывал черепаху, которой сто лет, Катька привязалась к какой-то женщине. Тётенька, женитесь на моём папе, а то он один ночью спать боится. Дама кричит, я с удовольствием. Ещё бы, она же явно старше черепахи. Ей, наверное, женской ласки не хватает всё-таки. Папа не мама. Жениться боюсь. Вдруг новая мама Катьку не полюбит. Катька с ней сама разберётся, жаловаться не станет. Дух ей в кастрюльке вскипятит. Или клею в лифчик накапает. Я как-то приводил одну знакомую домой. Симпатичную женщину смотрю, Катька её конфетой угощает. Ну, думаю, порядок. Знакомая конфетку съела. Катька спрашивает. Вкусная, вкусная знакомая говорит. Странно, а Тузик её почему-то выплюнул. Вот вредина, а. Знакомый, как ветром сдуло. А эта Шкода ещё меня успокаивает. Папка, ты не огорчайся. Я вырасту, мы с тобой поженимся. На ночь рассказываю сказку, а сам засыпаю. Однажды приснилось, что я репка. И меня тянут, потянут. Открываю глаза, эта Катька меня за нос тянет. И приговариваю. Мамку проспал, и меня проспишь. Как-то говорю, что это с нашим телевизором, Катюха? Два часа смотрю на экран, всё время какую-то посуду показывает. А она мне, пить надо меньше. Ты же в Серван смотришь. О, как замотался, а. Забыл, что наш телевизор в починке. А насчёт пить, это она права. В том смысле, что у нас неподалёку пивной ларёк. Там фольклор, будь здоров, сами знаете. Как-то прибегает, ложится на пол и кричит. Пахан, налей кружечку, душа горит. Ой, действительно горит. Каша горит, пора Катьку кормить. Это дело очень непростое. Как-то говорю, если не будешь есть кашу, позову Бабу-Ягу. Она смеётся. Папочка, неужели ты думаешь, что Баба-Яга будет есть твою кашу? Она что, дурочка, что ли? Ну вот и приходится ложечку за папу, ложечку за Тузика, ложечку за Хрюшу, а ещё ложечку за то, чтобы у всех детей на свете мамка была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА